добрый день уважаемые телезрителя сегодня снова речь пойдет от предспусковом подогревателе стоял у меня предпусковой подогреватель хапка цифра не помню может сейчас подскажу так если бы не мои подлые ручонки то он бы жил и жил так вот хапка у айджей ашку 615 g то есть он у нас 6 киловаттный потребляет 45 ватт 12 вольт питается почему я сейчас буду менять другой потому что я залез в него внутрь во первых я сломал не сломал видимо из-за того что до конца не осведомлен он меня забился оттуда прямо такой диета размера выпал уголек здоровенный закоксовался я полез его прочищать сломал свечу накала и была проблема по датчику пламени вот началось с датчика пламени видимо он сигнализировал о том что он забился в самой инструкции к этому котлу пишет что неисправность либо обрыв датчика пламени вот а смотря другие инструкции котлов аналогичных то что там не пишут что необходимо чистка еще вот свеча накала у нас в городе на него стоит 3800 с копейками короче 4000 с алиэкспресса ждать где-то в декабре вот если придет там стоит 1400 короче я психанул психанул и взял другой сейчас покажу еще по датчику датчику пламени вот такой вот датчик пламени тут идет какой там стоит резистор таких резисторов у нас в городе не вообще в стране я толком не находил взял резистор за 11 рублей терморезистор на один килоом датчики еще и лежат температура охлаждающей жидкости тоже то же самое резисторы которые уменьшают свое сопротивление при нагреве также как этот про вот сказать ничего не могу поставил один килоом потому что тот маленький маленький вообще микроскопический резистор тоже показал один и один по моему килоом а вот на других у нас я не находил резисторов таким сопротивлением ставим один килоом ошибка не уходила не суть важно самое главное то что я психанул и взял другой кстати вот такой фильтр я брал вот же с на спуск принципе нормально работает вот его помыть так скоба моя потерпела такие изменения то что она у меня крепится к усилителю бампера так ну что давайте буду вам показывать новое чудо приобретение коробочка выглядит вот так отопление в машине отопление в машине рождена от холода чтобы согреться вот такой дословный период здесь у нас как обычно сейчас снова будет на коленке в гараже места не особо много шланг тут обычный резиновый в том у меня котле шел с теплоизоляцией крепежка и использовать не буду выхлопная труба здесь она уже идет немножко другая там обычная гофра здесь такая гофра с ким сосечками и плюс на выходе есть такой вот такая защита изоляционная колпачок можно так сказать далее на сборник и в нем находится еще и трубка будем опять то все дело доставать одной рукой при помощи не ставимся одной рукой топливозаборник как я и говорил ранее кто-то понимает что кого куда и как устанавливаться берете свою насосную станцию не надо сверлить бак вот есть пластиковая крышка насосной станции выбираете там короче говоря самое свободное пространство которое не мешает не топливного фильтра не топливного насоса сверлить в нем отверстие здесь уже для вас все заготовлено гаечка снаружи две резиночки здесь по моему отверстие 8 миллиметров сверлите вставляете вот эту сторону без этой резиночки открываете резиночка шапочка закручиваете гайкой далее изгибаете так как вам нужно кто кому как удобно под каким углом куда смотрите на расположение ваших трубок куда они идут туда и будете следовать загибать его и прокладывать сам топливопровод далее скрываем пенопластик здесь нас встречает штука нужная только для грузовиков с 24 на 12 вольт получается переходник по напряжению ну как переходник понижающий грубо говоря хоть там сила трансформатор грубо говоря грубо там на раскрытие он на полевых транзисторах основан не разбирал не смотрел не знаю подсказывать не буду вот 20 амперный переход так здесь сам грубо говоря хампухтер который управляет будильник можно так его назвать ему идет такой пультик 4 кнопки как на машинные сигнализации только тут чуть другая система ну потом походу покажу здесь этот гарантия бумажечка коса тоже останавливайте так как вам удобно это вот кнопка который идет салон там было немножко другая минус и красный плюс вот что что вам нужно далее этот вид на насос топливный это идет на помпу скорее всего так есть насоса помпа на помпе старый у меня двух по моему канальный помощь я вас обманываю да здесь вот такая вот широкая на старой помпе у меня она чуть поуже поменьше сам разъем дается иметь помпу помпа здесь уже идет джили ну или чайно все новое за фон и не скрывалась так ну ка су кстати вот идут два разъема на сам котел эти два разъема идут на помпу и на насос и еще тут один разъемчик этот беленький он как раз таки идет на вот эту кнопочку компьютер по моему подключается краски тоже к этой штуке а нет вот вот получается подключается сам будильник компьютер грубо говоря антенна для приема карнштейн резиновый для помпы не для пупа для насоса для топливной помпы глушитель здесь глушитель в комплекте идет в том комплекте глушителя не было здесь он выполнен добротно покупал я глушитель обычный китайский он конечно по толщине металла был в разы меньше и сварка была там такая ужасная я его короче потерял калетом на кочках здесь у нас комплект топливный фильтр трубочки топливные трубочки в эти топливные трубочки сразу говорю меняйте они рассыхаются лопаются за лето и начинается так короче средних воздух вот тут разные кронштейны для выхлопа хомуты саморезы если вы хотите прям на живую в металл машину закрепить то все они по старым отверстиям хомутики маленькие вот таких вот хомутов я тоже нас городе не нашел маленьких идет по моему 7 9 или 8 10 такие хомутики стяжки черненькие трубка сшитый полетели топливный насос топливная помпа 12 вольт 5 миллилитров наверное минуту стрелочка так показан все хорошо на помпу проводка идет такая же помпу можно принципе это и оставить который у нас стоит эту так просто подбросить ну и собственно говоря сам котелок он абсолютная копия просто абсолютная копия сказал бы я что чем-то не отличается также пенопласт уже внутри датчик пламени такой же практически ну что он подлиннее выпирает кончик и всего два рабочих разъемов те что я говорил один и второй то это на свечу накала скорее всего на управление воздухозаборник подача обратка антифриза и хлоп все говорит больше нечем разбирать я его не буду не хочу у меня на границе также есть такая инструкция водяной автомобильный обогреватель содержанием здесь также инструкция нас по управлению лежит ну и вот модельки ладно установки потом расскажу давайте двигаться дальше что касаемо топливопровода вот видите у него бака идет хомутами стяжками такой чук-чук-чук и идет пусть которые крайне трубки здесь у меня сейчас все в антикоре в песке недавно обрабатывал днище антикором плюс тому антиграем дополнительно тут пороги спасал вот идет сюда трубочка заворачивает туда и он там у меня стоит топливный насос вот как говорю все зависит от вашего желания куда вы хотите то его можете поставить кто-то ставит сюда длины провода хватает кто-то взад его вообще переносит он сзади качал я решил поставить его сюда поближе чтобы был доступ в случае замены ну и в принципе здесь можно поменять но здесь нет отверстий круговая для того чтобы его здесь расположить сверлить ланджером я особо желания не имею вот поэтому сделал так там не стоят хомуты недавно куплены другие обновленные и шланги взял уже в оплетки бензомасло стойки вот в принципе вот все что по трубке надо в принципе взять на ногах у ее заложить в гофру там уходит просто таки топливозаборнику вот шланги тут обратка подачи все здесь лучше видно а то показывают иглу пальцем на большом зуме принципе все днище держится хорошо антикор жирненький хороший растоп для днища и для скрытых полости в руках все пролито все мавилина грубо говоря ладно пойду наверх и так промежуточный этап налил я тут уже кучу антифриза уже вот подключил я новый котел к системе охлаждения но еще не электрическую его часть вот еще спрятанный топливопровод когда этот убирал котелок вот как говорил трубки у меня здесь утеплители что хорошо здесь дополнительный пластик я на радиаторе отрезал полгаркой чтобы были окошки до входа как раз закрывает что потоки воздуха не шли мимо радиатора котелок на месте приклепан просверлил отверстие здесь получается два хорошо снизу осталось просверлить и заклепать на заклепке клепаю на заклепке потому что часть автомобиля консольная здесь недопустимо вот такие вот движения ну что будет разбивать идет мне было на саморезах здесь саморезы и снизу саморезы их благополучно повырывало потому что металл тонкий и если что-то начинает брякать то разрывает все так помпа как видите стоит вот здесь и да у неё маленький разъемчик под ту модель котла придется менять помпу топливный насос сейчас буду снимать аккумулятор снимать фильтр короб фильтра ну и буду там все залазить стоит еще от грядки от той датчик температуры датчик давлением датчик масла хорошо что ничего не течет но почему-то датчик давления масла не работает в 2 поменял скорее всего дело будильнике вот ну все буду разбирать с этот всю часть вынимать заодно если подключаться колодки на плюс вот такие дела потом покажу так снял я все здесь на весну ху грубо говоря короб фильтра вот фильтр вон там сам короб тут аккумулятор снял показывать не буду смысла нет далее нам надо подключиться к лодке я знаю уже у себя куда подключаться ну так чисто для демонстрации показывал подключаете обычным ну как обычным необычным контролька есть батарейкой такого типа подключаемся мы и начинаем нащупывать здесь видели у нас мигает светодиод нормально чтобы показывал но как видите мигает можно подключиться сюда я подключался вот сюда здесь у меня тоже мигает светодиод вот как минимум у меня есть два варианта куда можно воткнуть сам котел он идет уже с предохранителем здесь можно будет положить предохранитель этот укоротить сюда поставить фишку маму если есть фишка либо обычную клемку маму папа здесь есть вот ну и например здесь тоже есть в отсеке для фарку предохранителей и здесь тоже получится вся вот эта вот сторона у нас идет фокус где ты вся вот эта сторона у нас идет плюс можно я не здесь подключиться есть такие предохранители сразу идущие с выводом с проводом и можно подключиться в принципе, но здесь нужен номинал 20 ампер проще, скорее всего, здесь вот подключаться здесь тридцатки, сороковки здесь вообще 50 стоит вот ну, для подключения по электрике можно так, на плюс накидываем и прозваниваем, куда можно подключиться что касаемо этой электрики сейчас полезем вон туда хочу поставить фильтр, наверное, поставлю его туда, перед помпой так, подключил это сейчас проверочный запуск будет установил тут спилил уши эти ненужные тут подключено все отдельно проводку загнал в кофру под фарой проводка родная идет так, здесь надо будет изолентой подмотать топливопровод уже сделан выхлоп тоже вот так вот на кронштейнчик сделал фильтр начал ставить топливный вот такое качество отломала носик чуть-чуть загнул его и все сразу ну и ладно ну что, давайте будем запускаться можно запуститься как вот этого пультика так и где-то тут кнопка у меня еще лежит вот он уже упал с этой кнопочки давайте с этой запустим не, наверное, надо нажать и держать вот за два сейчас тут чуть-чуть топливо прокачается ну и надо время сами понимаете это автономочка и надо время подключил так вот насос топливный помпа поменяна стоит залил, конечно, много антифризом провода еще лежат так на пробный запуск гофра у меня еще не до конца смотана силовые провода буду отрезать заводить вот сюда вот предохранитель буду ставить вот сюда правда он большой такой надо будет что-то с ним делать он сюда не войдет есть только лёжа лёжа войдет лёжа можно будет его сюда запихнуть ну, в принципе, ждем сейчас будут скачать и запускать так, фокус-гофрочки трудно стать, посмотреть топливо я чуть прогнал но у него все равно еще пузырьки есть а, может, этот фильтр воздушный не поставил надо будет сейчас поставить фильтр раздушный еще сюда куда-нибудь вывести а то вот так не барешненько вот у этих вот, кстати, идут пины все в изоляции все пошел процесс воспламенения все, начало нагреваться значит, хорошо топливо прокачал моторы, правда, шумные у них начинают авторать начинают авторать демок демок У нас 41 градус. 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 Продолжение следует...